Субтитры сделал DimaTorzok Это очень морально тяжело, он говорит, ну пожалуйста, я тебя очень сильно прошу, и потом наше общение перешло в какое-то вот такое русло Помоги, помоги мне! Но ты должен умереть! Я хочу жить! И после этого я сказал, ну ладно Короче говоря, ребят, сегодня будем обсуждать самую скучную, самую нудную, самую ужасную ПТшку в нашей игре И если это серия Т, нет, ребят, серию Т я прошел, и бабаха я очень сильно доволен А вот Т-95, это машина, от которой меня воротит И ни в коем случае не пытайтесь играть на данной тачке в 2 часа ночи Потому что ваши соседи будут постоянно слышать что-то типа Короче говоря, машина очень сложная И если вы собираетесь прокачивать ее абсолютно честно, не используя свободный опыт Будьте готовы к тому, что вы будете очень сильно страдать Вы будете плакать, вам будет приятнее жевать кактус Вам будет приятнее засовывать себе розу Ну ладно, не будем говорить, куда мы будем ее совать Но факт в том, что данная машина просто ужасна В базовой ее комплектации вы имеете 310 единиц урона Это, ребят, 9 уровень Да, пускай 6 секунд перезарядки с учетом оборудования и амуниции Но, ребят, это просто сущий кошмар Здесь немножечко, немножечко не хватает скорости Насколько немножечко, мы посмотрим на это все непосредственно в самой катке Потом, понятное дело, мы сыграем и на топовом орудии Здесь целых 640 единиц урона, оно просто безбожное 13,5 секунд время перезарядки Точность орудия оставляет желать лучшего Ну а скорость даже на топовом двигателе, я бы не сказал, что становится лучше Хотя, обратите внимание, средняя скорость на 9 километров больше Хотя максимальная скорость вперед все равно остается 20 А здесь средняя скорость составляет всего 11 километров в час Короче говоря, это слезы, сопли и постоянные страдания в обычных рандомных боях Да я вообще, в принципе, не представляю, где можно нормально использовать Т-95 Ну, разве что, если вдруг где-то там какой-то сарай наклонился и собирается падать То можно Т-95 им подпереть Но не будем прям совсем обгаживать данную ПТ-ху Что-то хорошее в ней действительно есть У нее очень хороший запас прочности У нее очень классная броня И у нее просто шикарная подвижность Когда ты едешь на этой ПТ-шке, тебе хочется Ребят, у меня не хватает эпитетов для того, чтобы описать, чего мне хочется Мне хочется сейчас Ребят, я просто хочу жить Серьезно, мне просто хочется жить И мне хочется выключить эту игру Потому что пока ты развернешься на этой ПТ-шке Пока ты поедешь на какое-то другое направление Если вдруг ты поехал не в ту сторону Ну короче, серьезно, проще просто выйти из боя И не заниматься всей вот этой вот Трахамудиной По-другому я ее назвать-то просто не могу Это просто ужас Вот они наконец-то мои 17, 19, 20 км в час Может даже сейчас с горы мы наберем немного скорости И да, ребята, мы побили рекорд 27 км в час Падая вниз с отвесной скалы Ладно, бок с ней с подвижностью Все бы, конечно, хорошо Если бы можно было еще что-то делать путевое в бою Но все же, ребят, что ты можешь сделать путевого в бою Если ты доехать туда не можешь? Реально, ты заходишь в бой С пониманием того, что пока ты доберешься куда-нибудь Пока ты развернешься как-нибудь Для того, чтобы в кого-нибудь прицелиться На этом, в принципе, бой закончится Ты никуда не ездишь Ты просто стоишь где-нибудь на респе Жуешь сопли И поэтому пытаешься выкачать данную машину Потому что в свое время Ты был полнейшим идиотом Который мало того, что решился идти по данной ветке вперед Пытаясь добраться до, кстати, вполне себе годной десятки Здесь я спорить не буду Но все же, ребят Вы перед этим слили свою свободку На контейнеры какие-то Которые можно было открыть в ивенте Если я правильно помню 50 тысяч свободного опыта стоило одно открытие И ты потом такой говоришь Ёкарный бабай Лучше бы я этого не делал Да, ребят, это действительно Очень-очень неприятная ПТХа в нашей игре Да, пускай периодически Где-то ты что-то можешь сделать Ты можешь постоять Ты можешь, ну, перекрыть своей тушей Не знаю, там какой-нибудь проезд В какой-нибудь городской карте Вопросов нет Но угла склонения орудия нет В принципе от природы здесь Я вот стою практически ровно А орудие вниз опустить не могу Блин, опустите его кто-нибудь мне Согните мне ствол Как-то двухсмысленно сейчас прозвучало Ну ладно Поехали, попытаемся Тигра второго поразбирать Спасибо большое нашим союзникам За то, что они дали мне возможность Добрать недобитка Сделав его таким И вынесли двух соперников Пока мои заслуги на этом все Стоит отдать должное разработчикам Что внешний вид машины Они действительно Действительно очень классно Переделали Мне очень сильно нравится Ее внешний вид И это Наверное Единственный плюс Который на данный момент В данной машине Я могу для себя найти Потому что Ну, по-честному Больше-то плюсов Не наблюдается Вот он Вот он наш враг Вот он Зверь Которого мы сейчас будем забивать Вот он Тигр второй Ну давай Выезжай на меня При всей своей крутой подвижности Он обладает еще и Типа крутой броней Ладно Подвижность обсудили уже несколько раз Что касается Живучести Живучесть здесь проявляется В том, что вас придется Вашим соперникам Долго разбирать Вот это действительно Признак живучести Данной машины Сложно ли ее закрутить? Ребят Ее сложно закрутить Даже себе самому Когда ты на ней играешь Ты просто не крутишься Ты просто Вот становишься Такой себе Тушей для битья И Возможно Самым грамотным Что ты можешь сделать В этом бою Это просто никуда не ехать Стоять у себя на респе Попытаться дотянуться До какой-нибудь позиции В которой Ты будешь Плюс-минус полезен И по засветам Сможешь отрабатывать И все, ребят Все На этом бой окончен Результаты Просто шикарные Кто-то скажет По поводу того, что Данная ПТшка Просто требует Сноровки Или кто-то напишет По поводу того, что Я не умею играть На данной ПТхе Но, ребят Давайте будем откровенными Мы-то выбираем машины Не только за то Что они Там чего-то Прям могут в игре У меня есть Ряд машин Которые я люблю И уважаю Несмотря на то, что Как бы на них Не старался играть У меня все равно Не поддается Эта машина И не становятся Мои результаты Какими-то выдающимися Но они хоть какие-то есть А главное Я нормально Спокойно чувствую себя В боях На данных тачках Пускай и не сильно Результативных Но на этой машине Ты чувствуешь себя Постоянным страдальцем Ты ничего нормально не можешь Ты можешь только Работать по засветам Но ты не можешь Даже нормально Докатиться до той позиции С которой ты можешь С которой ты можешь Отрабатывать Этими засветами Которые дают тебе Союзники Офигенный результат В 600 единиц И я не знаю Честно говоря Кто может на данной машине Делать более 2000 урона Напишите пожалуйста В комментариях Вообще реально ли это Потому что мне кажется Что это из разряда Unreal Ладно Давайте включим Сейчас все таки Топовое орудие Поставим топовый двигатель Поставим топовые гусли Добавим себе Как я люблю говорить Балды От балды И заедем Еще раз в бой Я думаю Четырех снарядов Нам будет больше Чем достаточно В конце концов Мы все равно Особо Стрелять то и не будем Время перезарядки Как я уже сказал Довольно таки Приличное Становится Хотя и альфа Более 600 единиц Тоже далеко не самый Низкий показатель На уровне При этом все Допустим Та же самая Вафелька Которая будет играть Сейчас против нас Она имеет Приблизительно Те же самые показатели По альфе Но у нее есть Ребята Еще и подвижность При этом все Ну что Поехали Вот он Топовый двигатель Нет Я понимаю Я понимаю Что она едет Лучше Чем ехала До этого Но она все равно Падло едет 20 км в час А можно сказать Что практически Не едет Кто-то там Ноет По поводу того Что Маус Плохо передвигается По карте Поиграйте На Т95 И вы поймете Что такое Плохо Химера Со своей Нужна помощь Уже задолбала Хорош сосить Едь воюй Ну все Погнали Сейчас мы Ворвемся Вонзимся 13,2 секунды Время перезарядки На то Чтобы набросить 640 единиц урона И это если Повезет попасть Потому что Здесь у нас Просто Шикарное Время сведения Если бы ИС-5 не был Настолько В кавычках Проворным Коим он себя Сейчас показал Я не думаю Что мы успели бы Его выцелить И попасть По нему Ну и Продолжаем Своё Триумфальное Движение Вперед Хотелось бы Сейчас Проехать Как-то правее Заехать С кормы Но я для себя Понимаю Что пока Я начну Это телодвижение Пока я начну Пытаться Перекатиться По карте За это время Йох Нахватается Лещей Он так В принципе Их отхватывает Довольно Некисло Ну окей 1200 Единиц урона Уже Уже Согласитесь Показатель В два раза Выше Чем на Базовом Орудии Кто-то скажет По поводу того Что в принципе Наши машины Проходные В игре Необходимо Катать Именно В топовом Состоянии Стоит Сливать Свою Свободку На то Чтобы Открывать Топовые Гусеницы Топовые Двигатели Орудия И отчасти Я с вами Согласен Но только Согласитесь Есть Принципиальные Две Разницы Одна Говорит о том Что это Можно сделать За свободку А вторая Говорит Что Можно это Сделать Своими Усилиями Просто Играя Здесь Не поворачивается Орудие В сторону Таким образом Получается Что тебе Постоянно Необходимо Как-то Вылазить И вот Сейчас Не хватило Не хватило Мне до ворота Орудия Для того Чтобы ИСу Дать Плюху В ответ Хотя Есть Огромное Количество ПТшек На которых Пока я начну Его догонять Он 40 раз Успеет уехать И в принципе Делает абсолютно Правильно Единственное Что Не совсем правильно Сделало Что через второй Барханчик Начал перепрыгивать Ему надо было Просто налево Уйти И в целом Это Спасло бы его От моего снаряда Не хочу ехать Вперед Подожду его Здесь Обменяемся Ну а вот Теперь уже Попытаюсь Поехать И как-то Потанковать Все таки Потанковать Здесь действительно Есть чем И да Безусловно Машина более Бодрая В своем Топовом состоянии Но ребят В стоповом состоянии Это сущий ад И это действительно По моему скромному Субъективному мнению Худшая ПТшка В нашей с вами Игре В топовом состоянии Выкачать себе Десятку Да Действительно Возможно Опять таки Это будет стоить вам Огромного количества Усилий В первую очередь Моральных затрат Что касается урона То 2600 единиц Что на 2000 больше Чем в предыдущем бою И всему виной Безусловно Улучшение подвижности А не улучшение орудия Хотя наверное С меньшей альфой И урона бы Даже с этой подвижностью Скорее всего Стока я Не нанес бы Ну что Вот такая вот она Т95 И Пожалуйста Поддержите меня Лайками И комментариями Потому что я страдал Специально для вас И снимал данное видео Для того Чтобы вы знали Что вас ждет Если вы собираетесь Идти через Т95 К заветной десятке Я побежал Снимать следующее видео А вам друзья мои Обязательно мира И спокойствия Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok